Получилось как по Чернобыле, как лучше, получилось по всему. Я имею в виду утвержденные два новых тарифа внутри поднежного освещения и обслуживания в университетах. Фактически каждый день масса звуков, почему прислали счета, почему тут были тарифы. Хочу высказать свою четкую позицию и как требовало для муниципальных предприятий. Муниципальный совет утвердил услуги с определенной ценой, которые могут оказывать любые экономические аргенты, которые захотят заниматься этим видом услуг, если жители захотят эту услугу тоже иметь. Вот это принципиальная позиция, которая должна быть понята всем. И уже, или другой организации, которые захотят этим заниматься. И чтобы жители тоже знали, что муниципальный совет не навязал, а утвердил цену услуги, которой, по нашему мнению, любой, кто ответственно подходит к эксплуатации жилого фонда, должен эту услугу иметь. В каком смысле? Если хотим, чтобы подъезд был свет, то есть этот услуг. Ее может оказывать бюджет, ее может оказывать редмор, ее может оказывать частные предприятия и так далее. То же самое, что касается обслуживания надредомовых тепловых сетей. Сегодня многие жалуются, что неэффективно работает система отопления. Забиты стояки. Никто этим не занимается. Поэтому и здесь, на основании решения суда, которое обязал муниципальный совет, утвердить цену этой услуги. Муниципальный совет принял такое решение. Эта цена определена. Сегодня наиболее вероятный потенциальный услугодатель по этому виду услуг, это, конечно, уже в какой-нибудь предприятии забылок. Но это не значит, что это единственная организация, которая может оказывать услуг. И уж тем более не значит, что нужно было сразу рассылать счета всем потенциальным потребителям этих двух видов услуг на основе решения муниципального совета. Счета должны быть рассосланы на основании заключенной договора. Конечно, это работа очень длительная, неполезная, не всегда мы найдем понимание со стороны жителей. Потому что многие говорят, что у них нет подъездного освещения, не нужно. Но если в подъезде большинство людей хотят, чтобы он был цивилизованный подъезд с точки зрения освещенности, то нужно этим людям дать информацию, поэтому мы, соответственно, очень труды, они уже занимаются этим вопросом, что в течение ближайшего времени всем должны быть разосланы краткие, но четкие разъяснения позиции и, по сути, принятого на решение муниципальным советом, и предложения со стороны ПУЖЕВ, которые готовы предоставить эту услугу по утвержденной цене, но, естественно, при наличии желаний. Теперь, что касается желаний, тоже будет эта вторая сторона вопроса, которая должна быть прочувствована каждым житве. Потому что можно всегда говорить, а мне это не надо, потому что у меня в квартире тепло, а если нужно промывать всю систему после окончания этапитного сезона, а при совпуте вот перед началом этапитного сезона, это не должно зависеть от желаний одного или нежеланий двух. Здесь нужно понимать, что мы живем в общем доме, и для того, чтобы вся система эффективно работала, каждый должен нести свою долю в том, чтобы тепловые сети над людьми обслуживались. Но опять-таки здесь относительно, что можно четко, ясно, в этом информационном листке указать, что такое эксплуатация или обслуживание в этот домоках сетей. Потому что это не обязательно, что нужно приходить с сантехником, с массой ключей, так сказать, там отвердок, и тогда можно будет видеть, что это делается, эти обслуживания. А прессовка, промывка, она может быть даже незамечена жильцами, когда она будет делаться. То есть сегодня очень нужна кропотливая, разъяснительная работа, с учетом того, что реакция жителей пошла отрицательно. Не все. Но, может быть, наиболее активная часть, или те, которые менее способны платить, конечно, это вызвало возмущение. Поэтому никаких проплат счетов до заключения договоров быть не должно. Но при заключении договоров еще тоже нельзя пускать на самотек, что кто хочет, тот заключает. Нужна разъяснительная работа, что мы живем в общем доме, и мы должны иметь солидарность друг с другом, для того, чтобы в доме или в подъезде было освещение, и чтобы тепловесие были работоспособны по всему дому, а не в отдельную взятой квартире. На этом я хотел бы добавить, если к тому, кто вызвал жилтаж в городе, во всяком случае, вчера у меня из восьми звонков коммер, было шесть против окружающих. Я хочу обратиться к Андрею Семеновичу с точки зрения того, чтобы это было сделано очень показательный текст, чтобы это было сделано профессионально, уважительно по отношению к жителям, и убедительно для них с точки зрения необходимости этой работы. Потому что, еще раз повторюсь, то, что я сказал, это не значит, что можно не заключать договора, и в общем-то сказать, что нет, не нужно. То, что касается общих работ, здесь должна быть, еще раз повторюсь, солидарная ответственность за работоспособность всего, всей инфраструктуры дома, начиная с освещения подъезда, работы канализации, водопровода, в том числе тепловых сетей, которые не обслуживались в последнее время. Присаживайтесь. Если можно, дополнить, у нас есть ажиотаж. Значит, по вашему поручению, действительно, предприятиям была проведена такого рода работа. Основной ажиотаж вызвала услуга именно восстановления электроснабжения и с последующим обслуживанием внутреподъездного освещения. Значит, на сегодняшний момент на предприятии зарегистрировано порядка 300 заявлений от 300 квартир с отказом от данной услуги, что составляет само по себе менее 2% от общего количества абонентов. В настоящий момент платеж идет стабильно, и особого, как говорится, беспокойства у предприятия по поводу платежа нет. Однако, как вы и поручили, данная разъяснительная работа со вчерашнего дня ведется по телефону тем, чьи заявления уже были приняты в канцелярию, и до конца недели информационный бюллетень будет распространен по почтовым ящикам наших абонентов. Хорошо, Андрей Семенович, я еще раз хочу вас сориентировать на то, что утверждение цены услуги муниципальным советам это не гарантия вам высылать счета. Услугу можете оказывать вы, может оказывать Реднорд, может оказывать любая другая частная компания, которая захочет этим заниматься. И вопрос сегодня идет о том, чтобы любые действия наши должны хорошо быть, о любых действиях должно быть хорошо проинформировано население. И вы должны были начинать с этого. Вы немножко пошли по другому пути, но пусть те платежи, которые к вам сегодня поступают, вас не расслабляют. Мы постарались, ВСАЛИТРАЧ, использовать механизм радио, механизм прессы, механизм... Общего усилия мы сократили средства массовой информации в городе Думили. Сегодня, когда была голос Белц, все кричали, зачем она нам нужна? Она там пропагандирует, примары и так далее. Теперь, когда уже нет этой газеты, говорят, ниоткуда взять информацию. Бельское телевидение. Вот они тоже там себя пиарят. Но нет Бельского телевидения. И кому от этого легче стало? К сожалению, те средства массовой информации, о котором мы попытались донести информацию, сделали это однобоко. Что делать? Значит, надо несколько раз давать информацию, исправлять в России, так сказать, объективного и соосвещения. Потому что одно дело, когда это дается как разъяснение, это, наверное, одно содержание. Если дается как критика, почему пошли счета, то, наверное, безужден, прилипетельно рассчитывать, на то, что у вас будут критиковать. На каком основании счета пошли? Только на основании решения совета? Нет, это неправильно. Еще раз повторю, для всех совет утвердил цену услуги и саму услугу. А кто ее будет оказывать, это дело в дело. Вот то, что говорит Аккеринобис. Можно провести тайно, кто лучшая услуга, кто более качественная. Кстати, ко мне уже обращались одна частная фирма по услугам тех, кто сидит. Вот мы готовы. Пожалуйста, предлагайте свои услуги жителям. Мы здесь, так сказать, выполнили решение, которое нас обязало, чтобы цена была определена. Чтобы этот вид инженерных коммуникаций не остался без хозы. Но вы несете ответственность за жилой фонд, который еще не приоритизировал, не перерыв. Но есть АЛКХ, где они тоже могут воспользоваться этой ценой для обслуживания своих сетей, заказывая того или иного подачи. В общем, в любом деле, особенно, что касается коммунального хозяйства, очень важно впереди любых решений посылать разъяснительный материал. Какая форма? Через средства масс-информации, путем листовок, путем каких-то информационных писем или встреч по подъезду, или по домам, или по кварталам, это дело технично. Но очень важно, чтобы любые наши действия, что касается тарифов, услуг, обязательно впереди шла информационная составляющая. А потом все остальное. Спасибо. Спасибо.